я всех приветствую у нас с вами сегодня водное занятие практикуму я разрешаю себе разрешить себе это вообще о чем про что мы существа многогранные многомерные и очень часто мы себя отрицаем в каких-то проявлениях и если посмотреть на реальность то это определенный поток емкость до мощность энергии которая через нас проходит мы все есть пропускная способность и когда мы пытаемся себя делать не тем кем мы являемся то естественно мы себя сужаем даже мы себе разрешаем быть самими собой когда мы проявляем все то что внутри нас рождается естественно осмысляя осознанно это все то в жизни начинает происходить все легко и просто потому что внутри не остается подавлений и вы проявляете все то что вы желаете желание поднимается на уровень осознаний вы это транслируете и по сути это находит отражение во внешнем мире когда у нас не есть необходимость подавлять себя в каком-то состоянии отрицать себя отказываться от себя избавляться от себя не принимать себя любую форму осуждать себя исправлять себя стараться переделать себя мы все время находимся внутри то есть мы как бы не в потоке божественном каком-то потоке да мы все время осмысливаем а так ли это они так ли это а правильно они правильно и это чаще бессознательная программа при этом при всем заметьте вот на этот курс не попадут сейчас люди которые живут вообще какой-то а социальной жизни мародеры там убийцы последние которые издеваются над животными прочая история почему потому что ну во первых так с такими вещами заходят люди которые понимают что это нужно исправлять люди заходят в индивидуальную терапию или в определенные учреждения специализированы поэтому когда вот здесь начинают задаваться вопросы типа ну да конечно давайте теперь во вседозволенность да мы идем во вседозволенность просто нужно понимать что на каждом из этапов самое развитие назовем это так духовного развития личностного развития до телесного развития эволюции нашей мы проживаем разные состояния и мы всегда проходим через этап принятия чего-то что мы отрицаем только так мы переходим на следующий уровень только так мы переходим в целостность только так мы выходим из борьбы если мы не в состоянии разрешить себе какое-то проявление, мы будем бороться, мы будем это подавлять, а, следовательно, мы эту энергию, которую мы затрачиваем на подавление, мы ее не будем реализовывать, вкладывать в потенциал, да, то есть как бы в свои желания, поэтому у человека есть ощущение неудовлетворенности, откуда оно берется вообще в целом, мы же все живем на 100%, так или иначе. Ощущение как раз-таки есть внутренний мир, который мне надо кусочек прятать, и тогда этот спрятанный, он не проявляется, ну, он проявляется, конечно, но извращенно немножко, искаженно немножко, и а то, чего я открыто хочу, якобы, да, оно не реализуется в том объеме или в той мере, в которой я хочу, почему? Потому что часть энергии уходит на то, чтобы что-то подавлять, что-то скрывать, что-то прятать внутри себя, поэтому на самом деле путь в разреши себе, это путь, у него есть обратная сторона, это свобода, а свобода она подразумевает полную свободу, не только то, что я хочу, или то, что моя система определила, как правильным, а свобода принять и видеть вообще все, что есть. И когда мы начинаем принимать и видеть, вот тогда начинают случаться чудеса, потому что только одно признание ваше способно вас освободить от какой-то, например, вредной привычки, только одно признание ваше, какого-то вашего же качества способно снять блокировку, высвободить очень много энергии, и вы начнете делать то, что пять лет собирались делать, а вы просто идете и делаете, просто потому, что у вас энергия пошла туда, просто поток пошел за счет только одного принятия. И у нас движение по жизни происходит в основном за счет два. Мы живем в дуальности, да, мы познаем крайности, мы живем в мире деления, на черное, белое, хорошо, плохо. Пока мы этот этап проходим, мы проживаем либо от страха, либо от желания. Вот страх, он нам о чем сообщает? Он говорит, ты туда не ходи, но ты должен туда идти. То есть мы, с одной стороны, как бы деньги зарабатывать страшно, но ты должен зарабатывать деньги. Бизнес открывать страшно, но деньги-то надо где-то брать, да, то есть иди зарабатывай, пошли как лось, вот так вот без денег жить, как ты же не можешь? Или отношения строить страшно, любить страшно, близкие отношения страшно, но ты должна завести семью, ты должна родить детей, иначе ты вообще какая-то недоженщина. И вот этот страх, он нас искажает, да, как бы коверкает всю ту красоту, которой мы являемся. И мы в итоге там проживаем какие-то болевые, страдальческие сценарии драматические, до тех пор, пока мы не переходим в состояние любви, состояние принятия, и тогда уже у нас желания рождаются, да, тогда мы уже признаем, вот почувствуйте, какую роль, какую окрас имеет, допустим, занятие любовью в страхе. Вам страшно, что вы хотите заниматься любовью с каким-то человеком, вам страшно, что вы развратные, вам стыдно, вы в вине живете, да, какой у этого окрас. А теперь представьте, что вы это наблюдаете красивым, что в этом есть любовь, что в этом есть радость, что в этом есть божественное начало, потому что, как бы, это и есть начало жизни, да, начало ребенка от этого появляется у нас. Поэтому это не может быть некрасивым. И точно так же, когда мы деньги, допустим, деньги из страха, хотеть это плохо, богатыми быть плохо, бизнес это страшно, большие деньги это страшно, и вот эта вот вся память, которая нас защищает, да, вроде бы как защищает от того, что было в прошлом. Но для чего мы проживаем прошлое тогда? Для того, чтобы научиться и так не делать, да, для того, чтобы делать как-то по-другому, для того, чтобы, а не для того, чтобы это избегать бесконечно. Вот у нас логика, она у подсознания вот этого рептильного нашего мозга, да, она увидел мамонт, мамонт бежит, мамонт больше меня, и надо бежать. И вот как бы человек, как начал бежать в свое время, так он бежит по сей день. А бежать-то зачем? Чтобы выживать. Ну сейчас мы уже не выживаем, вроде как, да, уже все хорошо. Может остановиться, посмотреть на этого мамонта, может, не так страшно уже. Мамонты-то не бегают. Но у нас очень много вот этих надуманных вещей. И когда мы от страха двигаемся, мы познаем то, как мы способны создавать с помощью страха. Когда мы двигаемся из любви, мы познаем, как мы способны создавать из любви. И когда мы разрешаем себе и то, и другое, разреши себе, это не про какой-то отдельный вариант выбора. На этом практику мы будем как раз-таки проживать состояние целостности, что можно и вот так, и вы уже так делаете, смысл это отрицать. А можно и вот так, и вы тоже так делаете, и тоже смысл это отрицать. Потому что мы отрицаем, что, ну как бы идеализация себя. Мы говорим, нет, нет, я ничего не боюсь, у меня там все хорошо, я и тревогу никогда не испытывала. Это идеализация. И другая сторона. Да нет, я не знаю, что это такое любовь. Я лишаю себя там могущества. Да нет у меня никакой созидательной силы. И в итоге-то мы где живем? Мы не там и не там не живем. Вроде и дьявола как бы не приняли, вроде и Бога отрицаем, да? Так вот разреши себе. Это целостность. Это тогда, когда вы действительно принимаете то, кем вы являетесь. Вы принимаете то, какие способности у вас есть и без идеализации, да? То есть это как бы определенные последствия этого всего. Но когда вы это все принимаете, вы начинаете выбирать. Вы достаточно быстро просматриваете, но еще раз говорю, есть уловки, да? Когда мы соглашаемся умом только. Ну типа так, надо согласиться, чтобы перейти в следующий уровень, да? Типа надо с бедностью согласиться, чтобы стать богатыми. Вот эта рыночная система, она не работает для реальности. Для реальности работают реальное проживание и принятие. Поэтому мы будем с вами делать практики, мы будем с вами делать практические упражнения и мы будем с вами рисовать нейроарт через день, да? То есть первый день у нас теория, диагностика, практика. И на следующий день уже мы будем рисовать с вами нейроарт, где мы будем проходить четыре этапа. Вот вот хочу, да? Дальше вот этот интерес. Хочу. Хочу это важная составляющая. И когда люди стыдятся, этого хочу, когда люди стыдятся, что испытывают какую-то страсть, какое-то желание, какое-то вожделение, какое-то возбуждение, то дальше топлива, топлива для дальнейшего движения нет. А значит, его брать откуда? Из будущего, из потенциала, что я это буду иметь. И таким образом вот эта энергия, она становится иссякаемой, конечной. Потому что мы начинаем вставать, мы начинаем заболевать, мы начинаем разрушать себя изнутри по одной простой причине, что энергия не здесь и сейчас рождается, а мы ее берем от каких-то обещаний. Либо нам обещают что-то, либо мы сами себе обещаем. Вот когда я, вот я это сделаю и потом. И вот эта вот вся обусловленность идет. Когда есть вот эта активная энергия, хочу, она потом постепенно переходит в некий такой азарт, интерес. Это здоровый азарт. Это просто интересно. А что будет, если я сейчас вот это попробую? А что будет, если это реально? А что будет, если у меня получится? А что будет? И так далее, и тому подобное. В страхе эта вся история, она ты что, туда не ходи. А что будет, если там и страшилки рисуются, множественные страшилки, чтобы эту энергию полностью на корню уничтожать, чтобы человек ничего не хотел. И раньше это делалось целенаправленно, только сейчас есть выбор. Дальше, когда вот мы начинаем уже пробовать, мы начинаем пробовать, и у нас что-то может не получаться, или пошло что-то не так, или вот получилось вроде бы так, но немножечко кривенько, и надо что-то уточнить. И здесь уже у нас следующий этап, это насколько мы преданы, насколько мы можем быть верны, насколько мы взрослые в этом вопросе, насколько это взрослое решение. Или мы отказываемся сразу. Как ребенок себя ведет? Ребенок говорит, так, я поиграю сейчас вот это. О, нет, что-то сложно для меня. Я лучше вот в это поиграю. А когда мы там уже становимся подростками более, мы говорим, нет, я сейчас это попробую все-таки, да, я попробую, даже если страшно, даже если это неудобно, даже если, особенно если кому-то надо что-то доказать, так тут вообще все звезды сходятся. И вот когда мы уже постигаем вот это вот состояние взрослого, мы это все прорисовывать будем в рисунке, то у нас состояние такое, я все могу, потому что все получается, да, все получилось. И в итоге мы вот это желание и вот этот интерес объединяем с ответственностью взрослого, и в итоге у нас появляется состояние творца. Поэтому кому актуально себе разрешить, кто устал, кто понимает уже, что вот эти вот ограничения какие-то бесконечные, эта история никак не заканчивается, то приглашаю вас на практикум «Разреши себе». Каждый будет работать со своим запросом, в чате у нас будет обратная связь, посмотрите, тоже в записи, в записи тоже будет у вас в чате обратная связь, поэтому если остались какие-то вопросы, пишите, если вопросов нет, то присоединяйтесь к нам, и буквально через два дня у нас уже практикум. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!